Места подобного этому нет нигде на земле. Здесь удивительное привычное. Рыбы выпрыгивают из воды за добычей, а кошки плавают. Это место прекрасно и жестоко. И адаптация необходима для выживания. Это дикая Амазонка. Дикая природа Амазонки. Колыбель жизни. Бассейн Амазонки – естественная природная среда, необыкновенная по своим качествам. Здесь обитает десятая часть всех видов животных и растений планеты. Самый крупный тропический лес мира орошается могучей рекой Амазонкой, длина которой составляет 6 тысяч километров. Этот таинственный регион наконец открывает свои секреты. За последние 10 лет здесь обнаруживались новые виды примерно каждые три дня. Но Амазонка быстро меняется. И это грозит исчезновением тем животным и растениям, которые развивались здесь миллионы лет. Необходимо как можно больше узнать об этом поразительном месте, пока не стало поздно. Самое скрытное и загадочное животное Амазонки – это самая большая кошка в обеих Америках. Самец ягуара вроде этого достигает 2 метров в длину и весов 160 килограммов. Название происходит от индийского слова, означающего «убивающий одним прыжком». Он полностью соответствует этому имени. Ягуар обычно убивает одним укусом в шею. Могучие челюсти и клыки в 3 сантиметра длиной легко дробят череп добычи. В отличие от многих кошек, избегающих воды, ягуар отлично приспособлен к плаванию. Он проходит сложный лабиринт рек Амазонки, добираясь до излюбленных мест охоты. Но даже ягуару надо быть осторожным в этих мутных водах. Здесь живут гигантские змеи-анаконды. И порой они убивают ягуаров. На суше ягуар сразу становится охотником. У него острое зрение и не менее острый слух. Но важной особенностью является скрытность. Для других обитателей джунглей ягуар страшен. 4.30 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но даже он не всегда получает то, чего хочет. Он один из высших хищников, но жизнь его вовсе не проста. Отметины каждого ягуара уникальны, обеспечивают маскировку в густых джунглях. Но они же сделали этих кошек желанной добычей торговцев мехом. В 60-х годах 20 века охотники ежегодно убивали более 15 тысяч ягуаров ради меха. Теперь торговля шкурами запрещена, но угроза не исчезла. Эти леса – их последнее прибежище. Бассейн Амазонки занимает значительную часть северного региона Южной Америки. Район превышает по размерам половину Австралии. Это зеленое сердце Большого континента. его леса могут считаться легкими планетой. Но теперь лес изменяется. И это представляет угрозу для дикой природы Амазонки, адаптировавшейся многие миллионы лет. Крупнейшему хищнику суши, ягуару, для успешной жизни необходимы 300 квадратных километров леса. Ученые хотят лучше изучить популяцию ягуаров и узнать, как обстоят ее дела. Если им удастся установить, что происходит с высшим хищником, им удастся проникнуть в суть сложные и взаимосвязанные паутины жизни леса. Если ягуары процветают, значит, добычи много, и это означает, что среда обитания здорова. Но сначала ученые должны поймать ягуара. Они считают, что в этом районе джунглей они еще водятся, но за 4 года были пойманы лишь 3 особи. Либо ягуары слишком осторожны, и не попадаются, либо их число опасно снижено. Расставив ловушки, ученые ждут и надеются. Даже в тропическом лесу сохраняется смена времен года. В декабре собираются штормовые облака, предвещающие начало сильных дождей. Для одной группы птиц это последний шанс привлечь внимание самки, пока дожди не прекратят брачные танцы. Сверкающие перья самца, красно-мантийные пипры, становятся маяком, приглашающим самок остановиться и поглядеть. Самка должна решить, у кого самые яркие перья и грациозные движения. Только самые красивые и яркие получат шанс размножения. Для молодого белогорлого бородатого монокина цвет менее важен, чем танец. И он следит за местом своего выступления. Даже лишний лист может стоить ему внимания. От него быстро избавляются с большим шиком. Но ему все же не удалось произвести впечатление на самку. И ему может не представиться такого шанса в этом сезоне. Времени мало. К концу декабря сезон дождей обрушился в полную силу. В некоторых районах уровень выпадения осадков составляет 3 метра за несколько месяцев. Животные, которые обитают здесь, должны адаптироваться или погибнут. Тающий снег, санд и дождь с тропических лесов обрушивают свыше 200 миллиардов тонн воды на долины. Даже река Амазонка, крупнейший пресноводный водоем планеты, не может удержать столько воды. Каждый год она выходит из берегов, увеличиваясь в 5 раз. Она затапливает территорию, примерно равную площади Великобритании. Рассвет озаряет изменившийся мир. Здесь деревья научились справляться с ежегодным затоплением. Они выживают, даже погружаясь на 8 метров под воду. Лес будет затоплен около 7 месяцев. Для животных подлеска – это катастрофа, если они не скроются. Девятипоясный броненосец обитает на суше и ведет преимущественно ночной образ жизни. Эта самка, лишившись в потопе логова, плывет к спасению. Ей угрожает большая опасность. Хищники, вроде черных кайманов, рыщут в воде. И она может утонуть под весом своего тяжелого панциря. Она умеет задерживать дыхание на несколько минут и может даже пройти по дну реки. Чтобы перебраться на другой берег, она заглатывает воздух и надувает живот, что позволяет оставаться на поверхности. Но такое долгое плавание утомительно. И везде ждут голодные хищники. Разлив выгнал броненосца из логова и загнал в реку, где животному приходится плыть изо всех сил. На этот раз самке повезло. Под водой затопленный лес представляется сюрреалистическим. Темная фигура плавает среди веток, где прежде летали птицы. Это ламантин, разыскивающий пищу и укрытие. Амазонский ламантин самый мелкий представитель вида и единственный в мире ламантин, обитающий только в пресной воде. Очень медленный обмен веществ позволяет ему оставаться под водой по 20 минут, прежде чем понадобится подняться за воздухом. Эта самка перебралась из реки в затопленный лес. здесь изобилие плавающей травы и водных гиацинтов и она поедает ставшую доступной зелень. Каждый день она съедает до 15% собственного веса. Большое количество зелени помогает ей вырабатывать много молока для детеныша. прежде чем детеныш будет отнят от груди пройдет год и молодой ламантин может остаться с матерью на протяжении еще одного года укрываясь в ее тени и обучаясь выживать. даже в этой богатой среде соперничество из-за пищи достаточно жестоко. Выживающие умудряются находить пищу там, где не могут их соперники. Одна рыба обзавелась необычным решением. Это серебряная аравана. Местные прозвали ее водяной мартышкой. Она охотится и под водой, и на поверхности. затаившись в мелких заводях рядом с деревьями, она приближается к поверхности и ждет признаков движения. Как только аравана замечает добычу, она выпрыгивает из воды. она может подняться на воздух на два метра над поверхностью воды. Это дает ей неоспоримое преимущество. В этих водах множество рыбы. Это привлекает охотников рыболовов. Амазонка последнее пристанище исчезающего вида гигантских выдор, достигающих длины в два метра. Они живут большими группами и охотятся вместе. Эта стая из десяти выдор – большая семья, возглавляемая отцом и матерью. Они радуют глаз исконных индейцев Каяпа, живущих ниже по течению. Как и поедаемое имя рыба, гигантские выдоры могут жить лишь в чистых и здоровых реках. С загрязнением самой крупной реки планеты их выживание также оказывается под угрозой. Люди и выдры делят этот участок реки с рыбкой, обладающей страшной репутацией. Это пираньи. У пираньи рот полон острых зубов. Когда их охватывает голодное неистовство, они за секунды разрывают добычу на части. Раненая рыба, брошенная выдорами, становится удачной добычей. пираньи их внимание привлекают звук и движение. Но кровь настоящая приманка. Индейцы Каяпо знают, что могут спокойно плавать здесь. Несмотря на слухи, пираньи редко интересуются людьми. Живущие в сердце джунгли Амазонки Каяпо раньше были могучим народом. Сегодня же эти деревни немногие сохранившиеся поселения, расположенные на берегах реки. Они считают себя частью леса, как и животных, с которыми они его делят. Они зависят от щедрости реки и леса, но не берут больше того, в чем нуждаются. В это время года затопленные реки становятся единственной дорогой в чащу джунглей. Сегодня двое старейшин выслеживают ценное существо, и они его находят. Это девятипоясный броненосец. Они считают, что растения и животные леса обладают энергией, которую нужно хранить в равновесии. они понимают, что должны уважать всех обитателей джунглей и быть благодарными за их дары. Поэтому старейшины возвращаются домой с добычей и поют песнь духу броненосца. Благодаря его за то, что он помогает племени продержаться хотя бы еще день. Красота и щедрость амазонки порой маскируют опасности и страшные секреты. Растения вооружены шипами и ядами, как и многие животные. Эти леса отнюдь не райские кущи. Это поле битвы, и их обитатели должны приспосабливаться к опасностям. Яркие отметины древолазные лягушки означают только одно – не приближайся. Вещества в ее коже делают ее горькой и непригодной в пищу. это объясняет почему самка рискует откладывать лишь несколько икринок на открытом листе. Со временем икринки превратятся в головастиков и начнут двигаться. Это делает малышей еще более уязвимыми. Движение привлекает хищников. Отец оберегает свое потомство в первые недели жизни. Хищники поняли, что расцветка лягушки означает неприятную добычу. Ее головастики тоже могут быть невкусными. Но сейчас это еще не так. Их выживание зависит от защиты и одного последнего дела, которое поможет увериться в их будущем. Отец отправляется с ними в опасное путешествие к более высокому и безопасному месту. Сначала детеныши забираются к нему на спину. Тонкая пленка слизи удерживает их на месте, пока отец несет их дальше. слизи и отец отец Субтитры создавал DimaTorzok Он их оставляет. Водоемы богаты питательными веществами и не только укрывают их, но и позволяют головастикам выживать три месяца. Затем маленькая лягушка выработает собственную токсическую защиту, и цикл повторится снова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта оранжерея разнообразия постепенно выдает свои секреты. Наступил апрель. Спустя почти пять месяцев сильные ливни прекращаются. Солнечных дней становится все больше. Теперь готовится исключительное событие. Это самое необычное партнерство на Амазонке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затопленные лагуны у края леса становятся идеальным домом для плавучего гиганта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пувшинка Виктория – настоящий колосс. У нее вторые по величине одиночные листья в мире. Растет она удивительно быстро – по 25 сантиметров в день. И выдерживает вес до 60 килограммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот двухметровый кайман нежится на солнышке, лежа на листе. Также листья становятся рыбачей площадкой для зеленой кваквы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эта кувшинка удивительна не только своим размером, но и воспроизведением. Разноцветные цветки подсказывают, как это происходит. С наступлением ночи внутренняя температура белого цветка поднимается и становится на 10 градусов теплее воздуха. Благодаря этому цветок раскрывается. Белый цветок женский и не производит пыльцу. Но он издает сильный и сладкий запах, похожий на аромат ананаса. Этот запах привлекает небольшого жука-дупляка размером в 2 сантиметра. Это один из главных опылителей кувшинки. Он забирается в женский цветок, перенося пыльцу, собранную с мужских цветков кувшинки. С приближением рассвета цветок остывает и закрывается. Жуки, оставшиеся внутри, оказываются в ловушке. Но это не проблема. Они защищены от жары и опасности. Более того, они весь день могут питаться крахмалистым нектаром. Питающийся жук стряхивает пыльцу в репродуктивные органы цветка. Так начинается волшебная трансформация. Белый цветок розовеет и становится из женского мужским. Теперь он может производить пыльцу сам. С новым наступлением ночи цветок раскрывается, и жук, теперь снова набравший пыльцу мужского цветка, улетает в поисках очередного сладко пахнущего женского цветка кувшинки. Опыление завершено. Розовый мужской цветок скоро съежится в семечко и опустится на дно озера. Семечко даст росток и начнет набирать силу, чтобы на будущий год повторить удивительную трансформацию кувшинки. Амазонка – это живая лаборатория, где природа экспериментировала на протяжении миллионов лет. Но разрушение окружающей среды сводит на нет труды природы и подвергает риску многие виды. Зная, что состояние высших хищников помогает оценить здоровье леса, ученые стараются выследить ягуара для изучения уже 4 года. Пока что им удалось поймать лишь троих. Для исследований этого недостаточно, поэтому они подошли к проблеме с другой стороны. Они применили простую технологию. MP3-плеер и динамики, которые транслируют зов ягуара в джунгли. Они надеются, что любопытный ягуар придет посмотреть. Неясно, сработает ли этот метод, но у ученых кончились идеи, а у ягуаров кончается время. Здесь процветает множество существ. Более тысячи видов лягушек и более полутора тысяч птиц. Наиболее успешно насекомые. На одном квадратном километре может находиться до 30 тысяч видов. Наиболее велико число муравьев. Они мало изменились со времени динозавров и сейчас составляют более 30% всего количества животных амазонки. Они расселились по всем уголкам леса. Они и под землей, и на вершинах деревьев, и между ними. Муравьи потребляют больше растений на амазонке, чем любое другое животное. Цикропии – особенно уязвимые деревья. В отличие от многих деревьев амазонки, их листья не ядовиты. Но они не беззащитны. Цикропии могут выживать благодаря муравьям, хотя поначалу кажется, что их сотрудничество не слишком благоприятно. Матка муравьев-атстеков проделывает отверстие в мягкой древесине ветки. Она быстро устраивает колонию в пустотах стеблей, подходящих для выращивания армии муравьев. Рабочие особи ухаживают за маткой, откладывающей драгоценные яйца. Так почему же дерево мирится с этими захватчиками? Это становится ясно, когда голодный жук подбирается к листьям. Движение на стеблях тревожит муравьев. Рабочие приходят в движение и немедленно берутся за дело. Они выслеживают свою цель и атакуют. Муравьи жестоко кусают жука за мягкие части. Вскоре они облепляют его целиком. Жук сражается за свою жизнь против армии, защищающей свою территорию. Единственная возможность выжить – это скорое отступление. Кроны деревьев тропического леса порой поднимаются на 50 метров. Они так далеко, что многие из их обитателей остаются загадкой. Когда ученым удается попасть туда, они часто обнаруживают что-то новое. Лишь за последние 10 лет были обнаружены 9 новых приматов. В кронах деревьев может обитать великое множество приматов. Маленькие тамарины размером с кокос соседствуют с 8-килограммовыми рыжими ревунами. Одним из самых странных является лысый уакари, обладающий красным лицом и красноватой шерстью. Местные жители называют его английской обезьяной за то, что красная мордочка похожа на лицо бледнолицого иностранца, обгоревшего на солнце. Этот цвет служит важной цели. Чем он ярче, тем здоровее животное. Это обязательный признак успешного партнера. Когда деревья плодоносят, уакари проводят много времени на вершинах, поедая фрукты. Их мощные нижние челюсти разгрызают жесткую кожуру незрелых фруктов и орехов, которые не по зубам другим приматам. У них небольшие хвосты, не характерные для обезьян-амазонки. Но это не мешает им с легкостью путешествовать по деревьям. Члены семьи ухаживают друг за другом, что укрепляет связь и устанавливает иерархию. Иерархия особенно важна для целостности семьи. Самцы и подростки формируют отношения через игры и игровые драки. Иногда сложно отличить их от настоящих. Их проказы помогают молодым обезьянам развить умения, которые им понадобятся для выживания на деревьях. Приближается сухой сезон, и семья должна воспользоваться оставшимися дарами половодья. Небольшая неловкость и рыба-тамбаки, плавающая в глубине, получает угощение. Густая зелень древесных крон не так уж безопасна. Беличая обезьяна замечает гарпию и поднимает тревогу, которую слышат все вокруг. Гигантский орел гарпия хорошо приспособлен к жизни в густой листве. Он легко может схватить обезьяну прямо с ветки. Решительный самец, выкармливающий птенца, представляет угрозу. Он везде рыщет в поисках пищи. Его гнездо находится за три километра отсюда на вершине дерева гиганта. Дептерикс душистый достигает высоты в 50 метров. Местные жители используют его кору и семена для лечения всех хворей от укуса змеи до ушной боли. Самка гарпия и ее птенец надежно укрыты в кроне. Гарпия впечатляет размерами. Это крупнейшая птица в обеих Америках. Размах крыльев составляет 2 метра. Ее когти по величине не уступают когтям гризли. Она может поднять половину собственного веса. Несмотря на размеры и силу матери, птенец подвергается опасности со всех сторон. Включая и переносящих болезней мух. Как и местные жители, мать гарпия знает о целебной силе растений. Она часто приносит в гнездо свежие зеленые прутики и ветки. И эти усилия позволяют оградить драгоценного птенца от паразитов и насекомых. Но от других опасностей у нее нет защиты. Ценную древесину дептерикса разыскивают лесорубы. Человек, может, и не царит в этих джунглях, но бензопила дает ему большую власть. КОНЕЦ Почти 20% джунглей Амазонки уже расчищены, что угрожает не только гарпиям, но и всему живому на Земле. Лес – это огромное хранилище углерода. Его разрушение вызовет выброс огромных масс углекислого газа в атмосферу. Это скажется на климате планеты. Деревья исчезают, и угроза миру растет. Дикая природа Амазонки подвергается опасности. Потеря леса опасна для вида гарпий, находящегося под угрозой. Это третья попытка матери создать гнездо и третье выбранное дерево. Два предыдущих были срублены. Одного птенца гарпий выращивают целый год. Сможет ли он достичь зрелости? Лесники уже за километр отсюда. Влажный сезон сменяется сухим. Уровень воды понижается. уходящие воды позволят ягуарам расширить охотничьи владения. И это поможет ученым искать и ловить этих животных. Они хотят больше узнать о поведении этих больших кошек. А также узнать о здоровье этой части амазонки. Динамики все еще транслируют зов ягуара. Быть может, это простое устройство что-то изменит. ждать приходится недолго. Они поймали молодую самку в самом расцвете сил. Вскоре она будет готова к воспроизводству и ее успех станет испытанием здоровья окружающей среды. Ученым нужно быстро и безопасно ее усыпить. Это самая опасная фаза предприятия как для ученых так и для животного. лекарства действуют быстро. Теперь они смогут получить нужную информацию. А шейник с радиопередатчиком и спутниковой системой слежения позволят ученым отслеживать передвижение ягуара по лесу. Эти исследования расскажут об их поведении в засушливый сезон. Это поможет ученым лучше понять как ягуары выживают в этих тайных чащах. Новая информация поможет обезопасить будущее самого леса. Амазонка полна вопросов ждущих ответа и нераскрытых тайн. Это бесконечные перемены. С окончанием половодья лес появляется снова. Птицы возвращаются на ветки укрывавшие рыб. Удивительная адаптация помогала животным выживать здесь миллионы лет. Но мир меняется. Сможет ли амазонка это выдержать? Программа озвучена студией АРК-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин 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 Продолжение следует...